Ребят, я что непонятно сказал, вы на частной территории? И не снимайте, не снимайте, вы на частной территории. Это Виктор Королев, владелец турбазы «Глобус», что в Алтайском районе. В июле в номере его турбазы скончались чиновник из краевого управления по печати Иосиф Кременских, его жена и двое их детей, дочь 10 лет и 16-летний сын. По версии следствия, вся семья отравилась выхлопами генератора, который стоял в их домике. Владельца турбаза обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим смерть по неосторожности. Сейчас Королев в СИЗО, в отличие от Михаила Старцева, который одним ударом убил Павла Рохлова во время драки на Старом базаре, сам удар запечатлели очевидцы. Следствие выяснило, компания, в которой находился убитый Рохлов, пыталась разнять драку. Новость вышла на федеральный уровень. Депутат Госдумы Сергей Миронов даже предлагал приравнять кулаки подготовленных бойцов к холодному оружию. А участники события побывали на ток-шоу Центрального телевидения. Он ожил! Он ожил! Он ожил! Он ожил! Что-то ожил! Нет, не ожил! Не обошлось и без уголовных дел в отношении высокопоставленных лиц региона. А так, бывшего зампреда правительства края Ирину Долгову обвинили в превышении полномочий. По данным следствия, она на бюджетные деньги обеспечила дорогостоящими препаратами своего знакомого. Отметились чиновники и в сводках дорожной полиции. Вот сотрудник ГИБДД пришел к Вячеславу Новикову, главе администрации Октябрьского района Барнаула, которого неоднократно в этом году задерживали в нетрезвом виде за рулем. А это фото с места ДТП, которое случилось по вине Филиппа Воронкова, сына первого зама главы города. Причем Филипп на момент аварии уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Поэтому в этот раз на него завели уже уголовное дело. Андрей Дреер, День с толком.